обращением животными неправильные ответы предположим что в новой зеландии все-таки нет такого количества мух которые могли но в зеландии нет мух вы считаете может быть очень мало очень-очень мало на украине и команда азербайджана капитан команды завид подолбили продолжает этот марафон что же продолжаем марафон продолжаем марафон кто же выходит к сборной азербайджана выходит казахстан за красный игровой стол за красный игровой стол выходит сборная команда казахстана капитан команды азербайджан юсуфов последний шанс у заман попытаться вырваться в полуфинал розыгрыша нашего клубка и пока у азербайджана одна победа у сборной азербайджана а уже две две победы уже две победы они уже так заматерили а сборная казахстана у вас прекрасная возможность начать поехали играем до трех очков одно очко почему взлетающие самолеты короче чем садящиеся в аэропорту время пожалуйста азербайджан прошу допустим 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 это не моя версия на я постараюсь объяснить самолет когда взлетает он из тепла в холод летит а потом когда он из холода в тепло возвращается какой-то небольшой слой льда скажем или сосулек или вот вот замерзшие до замерзшие воды и ну еще и расширяется конечно под влиянием холода просто под влиянием холода расширяется это как-то вы тут но вся суть в том что наверху холодно сосульки это конечно не правильный ответ я продолжаю это неправильный ответ у казахстана есть время когда он на земле он он взлетает он уже в тепле да а когда он наверху при минус 50 он просто сжался стал чуть-чуть месяц и причем есть давление просто физика нет нет простая физика прошу вас взлетающий самолет короче чем приземляющийся вот замерили самолет который взлетает замерили самолет который сел раз два три потому что самолет когда взлетает у него температура ниже соответственно корпус самолета чуть сокращен а когда он садится он уже разогрет и соответственно чем он разогрет от работам двигателей от итак внимание ну вы понимаете самолет стоит на земле у него есть длина допустим 30 метров он взлетел трение он летит трение независимо от температуры он садится трение что происходит от трения разогрев корпус самолета от трения не отработает двигатель ничего разогревается ребят трудно поверить сантиметров на 30 становится длиннее самолет во время посадки счет остался прежний 0-0 2 очка на кону но чтобы снять немножко напряжение наверняка таких соревнований соревнований было больше но достоверно известно то есть это не анекдот что сталин состязался с черчиллем хрущев с коконеном а брежнев с никсоном об чем они соревновались время казахстан прошу вас 2 очка азат тургунов ответить да версия такая что они соревновались в том кто больше просидит в бане нет это неправильный ответ прошу азербайджан кто отвечает у вас аббас ахонов попробует да предположим что они состязались в количестве выпитого алкоголя кто больше выпьет да вы что почему нет вот так и рождаются легенды на самом деле побеждал только сталин а остальные иностранные лидеры их перебивали 2 2 2 0 впереди да балаш пью сам не я знаю что вы не пьете да я слышал что грузин перепить невозможно вот это наверное подтверждение в этом есть а что скажет команда грузия как вы по этому готовы если мы устроили это соревнование да еще с тостами да 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 еще с таким рок да вот тут бы ну будем надеяться вы еще не выходили сегодня мы будем надеяться что и по-другому сможете выиграть внимание одно очко и бригада скорой помощи и милиция прибывшие на место столкновения цементовоза и грузовика были госпитализированы в результате нападения что перевозил грузовик время прошу казахстан антон горский ответ он прошу предположим валерьянку это неправильный ответ что перевозил азербайджан 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 что привлекало каких-то опасных цементовоза важно может цементовоза нет ну что не не писал ну что не ну что не не ваше может быть не а Это же настоящая история. Прошу. Орхан Джафаров попробует ответить. Что перевозил грузовик? Предположим, пчел. На самом деле улич пчелами, да, пчелами. Они всех покусали. Чистая победа Азербайджана. Третий бой сегодня выигрывает команда Азербайджана здесь на ринге. И мы узнаем соперника сборной Азербайджана. Кто же выходит на ринг за красный стол? Продолжать. Сборная команда Германии. На ринг за красный игровой стол проходит сборная команда Германии. Капитан команды Максим Мозуль. Да, конечно, сейчас с одной стороны сборная Азербайджана, что называется, взяла темп, но и накапливается усталость. В то же время, как сборная Германии полна сил. Мы помним вашу игру. Когда вы показали классную игру. И не смогли, к сожалению, выйти в полуфинал. Посмотрим, что будет дальше. Продолжается марафон на брейн-ринге до трех очков. Ну, в счет 0-0, 1 очко. Внимание! В середине 60-х годов 20-го века Тур Хирдал проводил исследование острова Пасхи. Почему через 5 лет почти все население острова стало грамотным? Время... Азербайджан, прошу вас. Орхан попробует вновь. Да. Наверное, он про них что-нибудь написал, например, какую-то книгу. И все жители этого острова, чтобы прочитать эту книгу, научились грамоте. Знаете, такая же история была с Пилей Бразилии. Вот два раза повторяется история 1-1-0. 1-0. Азербайджан, прошу вас. Германия, прошу вас. Наталья Новыш. Наташа, прошу вас. Предположим, они сперва подставляли этим змеям других животных. Те кусали их. Мы считаем, что это бесчеловечно, потому что... Ну, потому что и других животных тоже живут. Ну, они же в природе их кусают. Это неправильный ответ. Нет, есть у Азербайджана время. Они по-запу, за три паспорта, по-запу. Все органы чувствуют. И уши. Хвост уже порезают. Рот склеить, она сдохнет. Азербайджан, прошу. Джавид, кто отвечает? Аббас Ахуннов попробует ответить. Аббас, вы занимаетесь заклинанием змей? Нет, еще нет. А, ну, может, теперь? Может быть. Мы предполагаем, что им выкалывали глаза. Это более жестоко, и это помогало избежать нападений. То есть слепая змея не кусает? Слепая... Я же слышал у вас версию. И, возможно, глухая. Вы говорили о том, что, может быть, им заклеивали рот. Я слышал это. Ну, его на самом деле зашивали, но я бы принял, заклеивали. Но это неправильный ответ. И еще достался прежний 1-0. Два очка на кону. Эти два очка сейчас, конечно, в пользу команды Азербайджана. Ведь если вы правильно отвечаете на вопрос, вы выигрываете и этот бой. Продолжаете марафон на брейн-ринге. При разрушении эритроцитов гемоглобин меняет свой цвет. С красного на фиолетовый. Голубой, желтый, а затем зеленый. Я вас попрошу, положите на мне начало этому процессу. Время. Германия, прошу. Кто? Наталья Новыш хочет показать, как это происходит. Пожалуйста, Наталья. Ну, мне просто очень нравится с вами взаимодействовать. Простите, пожалуйста, за вот это взаимодействие. Ну, от этого это не произойдет. Ну, я не хочу бить вас сильнее. Размахнитесь. Можно не кулаком, а ладошкой. Тогда будет пощечина, а не синяк. А вы хотите мне синяк поставить? Да. Да, бить под глаз. Да, это образуется синяк. Абсолютно правильно. 2-1 и... Продолжаем. Одну очко на кону. Считается, что бумагу изобрели китайцы во II веке н.э. Но бумагу также делали и древние майя и индусы. А какую бумагу изобрели китайцы в IX веке время? Быстрее. Давайте Малик Рамазанзаде попробует ответить. Мы думаем, что даже если все и делали до этого бумагу, то именно бумагу белого цвета производить... Вы ошибаетесь, есть время в Германии. Прикол туалетный вам нравится? Нет, мне не нравится. Которая до нас дошла. Слушайте, она... Та не сохранилась. Которая сохранилась, да? Давай попробуем. Долговечный. Да, хорошая версия. Может быть, бумага из бумаги. Просто риса вот стойно. А что писать? Это Китай, ребята. Из дерева. Бумага из дерева. Хорошая версия, что ли, говорит? Как какую? Раз вы Германии? Я отвечу. Да? Максим? Та бумага, которую изготовляли китайцы, это та бумага, которая дошла до нас. Это первая бумага, которая дошла до наших дней. А, понятно. Нет, ребят, на самом деле все делали пищу бумагу, а китайцы изобрели туалетную бумагу. Туалетную бумагу. Не нашли правильный ответ на этот вопрос. Два очка на кону. Кто правильно отвечает на следующий вопрос, проходит дальше в этом марафоне. Внимание. Африку европейцы открыли во времена фараонов. Ну, так сказать, открыли для себя. А Америку лишь 500 лет назад. Почему же Америку исследовали за 100 лет, а Африка до конца 19 века была черным пятном на карте? Время. Азербайджан, прошу вас. Прошу, 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 прошу. Давайте попробовать ответить Аббас Ахундов. Да, Аббас. Прошу вас. Предположим, что европейцам препятствовало исследовать остальную часть Африки Сахара. И для европейцев того времени это было непреодолимой преградой. Это было очень сложно для их транспорта. Понятно. Но в Америке тоже много песка. Это неправильный ответ. Есть время у Германии. Что там еще могло помешать? Вот кроме животных, сонная болезнь, малярия. Малярия. Малярия, ребят. Малярия в Индии была. Но так Америка. В Америке этого нет. Попробуем малярию. Два очка на кону. Действительно, чем же принципиально Африка отличается от Америки? Мы считаем, что в Америке не было столь опасных заболеваний, как малярия. И это не косило исследователей, соответственно... Вот смотрите, Максим. Для того, чтобы исследовать такие большие пространства, нужно что делать? Нужно путешествовать. Путешествовать удобнее всего, когда нет дорог. По реке. В Америке рек очень много, а в Африке их почти нет. Кроме там Нила и дальше уже пониже туда совсем. Поэтому задерживалось исследование. Еще остался прежний 2-1. Три очка на кону. Либо одна из двух команд выходит дальше в нашем марафоне. Либо обе команды будут дисквалифицированы. И мы смотрим дальше. Какой вид транспорта появился в 1966 году и в Тбилиси, и в Осло, и в Монреале? В один год. Время. Германия. Прошу. Ответ. Мы хотим попробовать сдать ответ эскалатор. Это неправильный ответ. Есть время. В Тбилиси же есть канатная дорога. Прошу. Прошу. Ваш ответ, пожалуйста. Правильный ответ. Неправильный ответ.